Друзья, ну вот первое наше, скажем так, посещение пляжа отеля Сера. Не знаю, немножко ветерок, может чуть-чуть задувает. Первое, значит, посещение пляжа. Погода-то вроде неплохая, но вот показываю, что тут вообще происходит. Итак, вот мы взяли полотенечки, они здесь без карточек дают. Так, вот смотрите, народ лежит, загорает, солнце. Я не скажу, что прямо супер-супер как-то жарко, но нормально. Вот мы в футболках, люди загорают, собачки тоже загорают. В общем-то, нормально. Сейчас пойдем попробуем, потрогаем водичку. Мы оделись по-летнему, я вот в шортах, в сланце. Море вот оно, видите, тут штормило, видно, да, заливало далеко, но сейчас вот оно ушло. Иду трогать. Расплыводится. Ну, не ледяная, но пока желание искупаться не возникает. У нас мельчаки есть, вон там купаются. Здесь девушка пошла купаться. Все, сезон открыт. Мы пришли на первый наш обед в Сыре. Заиграла живая музыка. Девушка на рояле исполняет. Народу в отеле совсем мало. Не знаю, с чем это связано. То ли все гуляют, то ли просто отель. Ну, полупустая получается. Так, первый обед, первое впечатление. Смотрим. Обед у нас легкий. Супчик. Какая-то закуска. Вот это мы еще даже и не попробовали, что это такое. Какие-то трубочки. Много зелени. Красная рыба. Ну, и немножко тут курочки. Вот, в общем-то, мы пока на воде. Не торопимся. Ну, и вот, смотрите, весь ресторан. Народу практически нет. Сейчас полвторого дня. Ну, атмосфера здесь приятная, как всегда. Вот эти над нами красивейшие люстры и розовые потолки. Всем добрый вечер. Вечер спустился у нас в Анталии, в отеле Сера. Итак, у нас первый ужин сегодня. Мы прогулялись тут по окрестностям. Загорать нам тут особо долго не пришлось, потому что, ну, такой ветерочек не очень приятный. И полежали немножко, да, витаминчик АД схватили, ультрафиолетиком зарядились. И пошли тут, прогулялись по району. В принципе, тут совсем рядом Мигрос. Рядышком тоже и Бим, и Шок. В принципе, если есть необходимость что-то вот в таких магазинах прикупить, в дорогу или, ну, я не знаю, что-то такое, домой. В принципе, проблем никаких нет. Здесь все они тут в радиусе 5 минут находятся. Так что все это можно сделать. Сил до вечера нам не хватило, поэтому немножечко, часик мы отдохнули, подремали после дороги. Потому что, ну, дорога такая длинная была, плюс задержка. Вот, ну, все хорошо, что хорошо кончается. Сегодня я смотрю по ужину, есть определенный уклон в рыбный день. Вот, поэтому мы сегодня тоже немножечко на рыбе. Ну, вот, что, я не знаю, тут просто написано, что рыба жареная на гриле. Это мидии в кляре. Вот подаются с таким белым соусом. Немножко долмы, баклажан. Вот эту вот пидошечку я взял, для очму. Ну, и зелень салат. То есть он здесь в свободном доступе. Кроме того, есть салат с кальмаром. Два, по-моему, даже вида. Тунец, так, но он в салатном виде, покрошен салатный. Ну, и тоже рыба красная есть. Раков, креветок каких-то я здесь не видел, но тут, в общем-то, они, наверное, не нужны. Народу по-прежнему совсем немного. Вот ресторан, он с пол-седьмого работает. Сейчас уже почти время восемь. Ну, мы вот только пришли. Вот, в общем-то, все, что здесь есть. Других здесь посадочных мест, ну, сейчас не открыто. Поэтому отель действительно получается полупустой. Но работает полную мощность, скажем так. Ну, то, что касается зимней концепции, конечно же. Вот с такой поправкой. Нас развлекает музыка. И сегодня вот заявлено вечером греческая музыка. Ну, наверное, так и есть. Я по языку точно не могу понять. Ну, вот, ребята, двое они здесь исполняют. В обед была живая музыка, рояль. Чем-то здесь вот это мне напоминает ялтым туристам. Вот вечера, где приезжают тоже группы. Детки веселятся. Вот, и тоже здесь поют. Такими сладостями мы себя балуем, а нас балует отель. Капучино. Но нельзя не удержаться никак. Вкусно, красиво. Не успели мы спуститься из ресторана в лобби. Как тут тоже живая музыка. Везде играет. Вот живая музыка. Это очень-очень нравится мне. Это классно вообще. Что здесь вот есть живая музыка. И она практически на протяжении всего дня. То есть сменяет одно другое. И создает отличную обстановку. Атмосферу такую вот. Я не знаю. С одной стороны расслабленность, а с другой, ну, какой-то элитности, что ли. Как будто, знаете, на каком-то концерте ты находишься. А тем более в обрамлении вот этого золота всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыканты сегодня певцы, девушка, они русские. Видите, композиция Аусу. Хорошо, хорошо поет и исполняет с ней вместе. Я не знаю, как он, аккомпаниатор, но она и сама аккомпаниатор играет на рояле. Вот. А он играет вместе с ней. Отлично. Слушайте, мы по территории прогуляться. Здесь сейчас тишина абсолютно. Никого нет. И здесь ничего пока еще не работает. Не работает все еще по зимней концепции. И причем по зимней концепции, я так понимаю, очень и очень сжатой. Вот она причина нашего заселения в основной корпус. Вот корпус Клаб. Он закрыт. Тут никого вообще нет. Темный. Никого. Ни одно из уличных кафе, либо каких заведений, сейчас не работает. Я надеялся, что, возможно, мне удастся что-то тут взглянуть. Вот. Но пока все по зимней концепции. Ну и если вот ну я покажу в следующий раз. Там кофейня сразу на выходе. Она в декабре 21 работала. Сейчас она закрыта. Здесь вообще, в принципе, все кроме станции выдачи полотенец и бара на пляже. Сейчас ничего не работает. Работ никаких я не вижу. Не производится. Ремонт на строительных. Но и активного какого-то движения здесь тоже не наблюдается. Ну и, естественно, все подсвечивается, все горит, все красиво. Но немножечко как-то грустно, потому что ну не все здесь работает. Понятно, что когда это на полную мощность включается, здесь немножко ощущения другие. Да и даже не немножко совсем будут другие ощущения. Но зато самолеты регулярно вот они пролетают. Идут на посадку, идут на взлет. они здесь. Ну, а наш вечер постепенно приходит к концу. Вот смотрите, тут друзья собачки, где видно, тут у меня, вот они. Они тут бегают, вон их целая куча. Целая куча. Ну, чего вы, друзья, подруги, никто вам ничего не принес. Нет ничего. Да, первый день у нас заканчивается. Все замечательно. У меня никаких ни претензий, ни разочарований нет. Все хорошо. Да, народу немного. Я не знаю, с чем это связано, потому что и в марте 21-го, и в декабре 21-го, несмотря на пандемию, народу здесь было много. Это был не сезон, но народу было достаточно. Хотя это тоже было такое вот межсезонье, и большого-то наплыва тоже тут не ожидалось. Но, тем не менее, все это было. В остальном ужин понравился кухня хорошая, кондитеру особый респект, замечательные, в общем-то, пирожные. Все очень вкусно. И даже еще свой фирменный с горячей халвой они давали мороженое. То есть, в свободном доступе. Мы его тут брали раньше в как это называется? В аля-карте. Вот. Сейчас оно есть. Бассейн вот сзади, подсветка у него работает. тоже, скажем так, в летнем режиме. Завтра мы будем смотреть более подробно территорию. Конечно же, по питанию я покажу и завтрак, и обед, и ужин в свое время. Сегодня это просто у нас очередное знакомство с отелем. но, да, еще раз скажу, рассчитывал на то, что удастся посмотреть какие-то вот новые эти кафе, точки. Я думаю, наверное, все-таки не удастся. В аля-карт мы сегодня записались, он один сейчас, и пойдем там отмечать 8 марта. Ну, а сегодня я заканчиваю, наверное, свое повествование. Ну, посмотрим, что тут будет с анимацией вечерней. Кроме живой музыки, вроде еще какого-то диджея обещали. Опять же, в декабре 21-го он был внизу в баре корпуса Клаб. Сейчас он вообще весь темный корпус, там никого нет, и будет уже в основном здании. Так что, до новых встреч, подписывайтесь, ждите следующую серию, она выйдет скоро. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok